Всех приветствую! Вот перед вами классическое исполнение двух датчиков движения TDM-DDM-02 и трехканальный оттенческого выключателя Тима Сесова. Левая датчика движения у нас служит для управления люстры. Вот такая вот. Правая датчика движения у нас управление бра и вентилятором. Вот такая случилась. Сейчас он включен у нас датчик движения слева. Вот сейчас я выключу. Выключается, все выключено. Так, центрально включается принудительно люстру. Вот так вот видите. Включает, включает люстру. Это у нас левой включается датчик движения. Сейчас он классический у нас выключится и сейчас через несколько секунд включится. Вот у нас. Итак, сейчас включим левой датчик движения. Как видите, можно выключить его. Пожалуйста, вот. Включается. Выключается заново. Вот. Сейчас датчик движения. Можно принудительно включить люстру. Вот. Отход датчика движения. Это у нас включает правый датчик движения. Так. Вот у нас бра тут два и еще вентилятор тут. Такая штука вот. Вот. Проводка под обычный двуклайничный выключатель. Две линии просто. Установлены два датчика движения. Левая по специализированной схеме подключения, а правая по нестандартной схеме подключения. Я такую схему публиковал. Схема состоит из трех конденсаторов, двух диодов, ни одного диода. В принципе, она знакома уже. Вот. Можно выключить. Можно включить вот так же вот люстру. Вот так же выключается. Можно выключить. Вот, пожалуйста. Можно выключить все. Все. Все выключено. Пожалуйста. Просто раз. Вот такая у нас схемка интересная. Если стены толстые, то можете поставить датчики движения микроволнового стена. Это типа TDM-DDM-02. Вот. Можно поставить типа так. ASD-DDM-09. Допустим, сейчас переходной процесс для включения. Сейчас он, соответственно, сейчас включится. Вот. Все включается. Вот, пожалуйста. У нас все работает. Спокойно и надежно. Такая это у нас замечательная схема. Это можно выключить, если надо. Так. Можно включить так же. Здесь есть выключатель. Сейчас покажу. вот тут. Вот у нас включается в вентиллятор. Если надо вытяжка. Вот, пожалуйста. Такая схема. Вот. Так. Сейчас я смотрю пультом. Пультом дистанционного управления. Все включается. Это включается. Так. Сейчас это датчик движения у нас включен левой. люстра. Это у нас правый датчик движения С, а Б принудительно. Он включается. Вот у нас принудительно. Б у нас центральный сенсор. Все у нас правый датчик движения. Вот у нас как правый переходной процесс. Вот все. Включается сразу. Вот, пожалуйста. подсветка такая интересная. Вот такая вот у нас схема. Отлично. Современно и просто. Схему я приведу. По которой собирал. Собирать не буду. В этом ролике просто покажу. Как я собирал. Так. В общем, такая вот схема. Напоминаю, что левый сенсор включает у нас правый датчик движения. Левый датчик движения. Это у нас люстра основная. Как видите, сейчас просто. Вот видите, включился. Так. Центральный у нас принудительно включает свет в обход левого датчика движения. То есть люстра у нас принудительно. А правый у нас включение и выключение идет в правый датчик движения. Видите? Так. Вот работает. Левый датчик движения нас включим по специальному схему включения. Которая только светодиодная лампа совместимая с измельсин драйвера. А правый у нас по нестандартной схеме подключения запитываясь от левого датчика движения. По нестандартной схеме подключения можно включать любую нагрузку. В принципе, без разницы. Потому что он запитывается через первую линию. Управляет второй линией. Вот так вот. Так. Сейчас я покажу схему. Итак. Схема у нас состоит из двух датчика движения, как я показывал. Первый это левый. TDM-DDM-02. И второй тоже TDM-DDM-02. Вместо них можно поставить DD-009. Если DD-009, то конденсаторы разделительницы 23 они не нужны. Вместо них просто ставите перемычку. То есть как по классической специальному схему включения. Левый датчик движения у нас управляет HL-1. То есть применять только светодиодные лампы. Вентилятор здесь запрещается применять. А правый у нас по нестандартной схеме. Как видите, он у нас заправляется, питается от левого. Соответственно, это цифра 1, 2 и 3. Это у нас первый провод проводки, который идет у нас на одну группу. Второй провод проводки, который идет вот этот кружочком 2, на вторую группу. И третий провод проводки, это у нас общий. Общий, соответственно, на который идут... Это вот три провода, которые идет у нас под розетник и выключатель. Итак, конденсатор C2-C3 это 3,3 микрофарата на 250 вольт или выше. Обязательно должны быть неполярные. Конденсатор C1 вот этот вот на 4,7 микрофарата на напряжение 400 вольт. Ну, можно на крайнем случае на 250. Сенсорное выключатель ССО подключается так. Вот это общий L, то есть к общему подключается клемма L. L1 это у нас, соответственно, L датчика движения левого датчика движения, L1 клему. L2 у нас соединение, соответственно, у нас точки соединения диода и клемма A датчика движения левого датчика движения. L3, соответственно, у нас подключается к клемме L второго датчика движения. КМАН у нас чистка инициатора идет С3 вот так вот и второй провод проводки у нас под розетники где у нас был выключатель идет у нас соответственно на лампочку, вот эту вот, HL2 в данном случае HL2 это было выполнено БРА и светодиодный спот тут это вентилятор, выключатель я показывал датчик движения у меня там есть тут датчик движения вообще просто роль не играет, просто я так поставил в принципе там как видели, третий датчик движения DD008, ну в принципе здесь его стоять не нужно мне он просто в фотороле выполняет просто роль, вот это М1 это вентилятор сюда только можно стоять вот это вот, то есть когда у нас чистая полная полна, сюда вентилятор стоять нельзя иначе его сожжете диод 1N407 конденсатор напоминает 3,3 микрофарад C23 C1 у нас 4,7 микрофарад как видно это левый датчик у нас движения у нас ключ под специализирован схема подключения, то что тут диод стоит от полуволн а правый у нас по нестандартной схеме запитываемый от первого датчика от левого датчика вот она, видите схема вот, вот пожалуйста это кружочек первый провод, который идет у нас на люстру второй провод у нас соответственно идет на вторую нагрузку вот такой и это вот третий это общий ну общий соответственно середине находится трех жилки это первое это у нас идет соответственно вот это соединение вот это что касается вот этих вот датчика движения вот это они в районе выключателя вот это вот датчика движения вот А вот это HL1, C1, HL2 и M1, они подключаются, соответственно, где светильник. А вот эта область у нас идет, соответственно, в районе выключателя. Это левый датчик движения, это правый датчик движения. Это L2 у нас, это клемма с сенсором выключателя ССО, подключается. L2, это среднесенсорная, как я напоминаю, его можно даже не при включенном. L1 даже, это левый сенсор или правый сенсор, у нас будут включать, принудить на люстру. Люстру у нас в данном случае идет HL1. Вот такая схема, по которой я собирал приблизительно. Не забывайте, конденсат C2, C3 обязательно разряжайте, на нем сохраняет заряд, может, которого придолбануть нехило током. Вот, в общем, такая вот несложная схема. Как я показывал, он управляется пультом, все это хозяйство непосредственно. Работа у меня уже больше недели, в принципе, проблем не вызывало. Все работает как часы. Если удалить варистор, кстати, в этом датчике движения, вот эти вот DDM-02 варистор, если удалить, то конденсатор может не ставить. Вот эти вот конденсаторы C23 может не ставить, вместо них перемычку может поставить. Эти конденсаторы нужны, как я показывал, в видеоролике датчик движения выше устроя, для предотвращения, соответственно, выхода из строя варистор, который внутри стоит это, датчик движения TDM-DDM-02. Как я показывал, он может сгореть, я уже ролик это показывал, то, что он этот спалил конденсатор, этот варистор сам сгорел, и спалил конденсатор, поэтому эти конденсаторы нужны разделительные. В случае, если вы инфракрасные датчики движения будете аналогично ставить, DD-09, C2, C3, соответственно, не нужны. Если датчики движения у вас будут работать неустойчиво, то есть будут сбоить, то придется тогда увеличить ем с конденсатора. И еще необходимо помнить, что применять такую конструкцию только рекомендуется, только в тех случаях, если толстая стена, если стена не менее 10 сантиметров. В противном случае датчики движения у вас будут срабатывать, если гипсокартон или еще, смысла не будет, потому что у вас они будут просто ложи срабатывать. В другой комнате пошевелились, и, соответственно, включаться будет свет. Это, разумеется, только в тех случаях, если толстая кирпичная стена, либо бетонная стена, стены вот такие. То есть это панель в домах, либо в кирпичных домах с толстыми стенами. В противном случае у вас будут эти датчики движения срабатывать от движения в другой комнате, это, разумеется, или от движения соседей. Это, разумеется, вам будет неприемлемо. Поэтому, если это тонкие стены, гипсокартон, применяйте DD-009, а SD или это ИЕКовские, ну, эти конденсаторы не нужны, C23 тогда не нужны будут. Ну, это все. В общем, такая схема. Напоминаю, что это третий, это общий, который у нас идет к фазе, это подразделение выключателя. Это провод первый, который у нас идет, соответственно, на люстру, соответственно, в подразделение выключателя. И это второй провод, который у нас идет, соответственно, на вторую нагрузку. В общем, такая схема, по которой я собирал. В общем, по такой схеме можете, кому интересно, собрать. если удалить и варистор датчики движения tdm ddm 02 то тогда можете конденсатор убрать и установить между перемычки c23 но ни в коем случае не c1 c1 будет нужен в любом случае так что это клемма n это это l вот эти вот датчик движения соответственно n а и l соответственно а это l1 это клеммы до клемма l1 l2 l3 так клеммы выключать все соу или то общего прям клемме то есть общая клемма у нас идет к третьему проводнику то есть это общему проводнику который идет у нас на это проводки к подраздели выключателя потом из нее исходит и это подключен l1 к l клемме левый датчик движения l3 соответственно клемме вправо датчик движения l2 соответственно клемме а то есть выходу и совмещено с диодом левого датчика движения то есть l2 у нас включает центральное принудительно в обход датчика движения люстру если вдруг вот сейчас вот меня датчик движения выключает если вдруг вам нужно необходимо включить длительно включить люстру разумеется это полезно очень когда вот сейчас я рассказываю датчик движения выключается время от времени два раза выключался видите это Поэтому, чтобы этого не было, соответственно, когда надо включить, включаете центральный сенсор, вот этот L2, соответственно, подключен к К. И у нас, соответственно, разумеется, это проходит у нас к контурному полупереволюционному выпрямитель, и, соответственно, идет на нагрузку. Поэтому у нас, в данном случае, вот такая вот у нас штука работает. Ну, в общем, если хотите, собирайте. Все, всего-всего доброго, пока!